Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. Сегодня мы поговорим о цене биткоинов в краткосрочной перспективе и конкретных ценовых целях его движения. А также о том, почему растут биткоин, эфириум, золото и серебро. У меня есть сногсшибательные причины для этого, ребята. Главная тема дня – выступление в Международном валютном фонде руководителя отдела контроля в компании цифровых активов PolySign, которая фактически на весь мир объяснила, как Ripple может помочь центральным банкам защитить их цифровые валюты. На повестке дня также и начало великой перезагрузки с помощью Ripple XRP. Это очень громкие события, которые вы точно не хотите пропустить. Поэтому усаживайтесь поудобнее, открывайте пачку печенья, не забудьте поставить лайк, давайте наберем хотя бы 2000 лайков. Это помогает мне выпускать видео каждый день. А мы начинаем. Как вы, наверное, помните, мы проводили аналогию между движениями эфириума и биткоина. Как мы видим, биткоин все-таки вырвался из этого треугольника вслед за эфиром. Целью выхода из треугольника является отметка в 10,5 тысяч долларов, которая является очень важным уровнем сопротивления. Конечно, самый популярный вопрос – пробьем ли мы его? Оптимизма прибавляет и то, что цена биткоина торгуется выше недельной EMA Ribbons уже пару месяцев подряд. Но самое главное сказал Крис. Посмотрите этот отрывок с канала MMCrypto. Как только мы достигаем уровня 10,5 тысяч, посмотрите на сопротивление VPVR. По факту, цена биткоина уже прошла через самые сильные сопротивления. В случае, если биткоин закроет недельную свечу выше 10,5 тысяч, только посмотрите на это. Дальше сопротивления вообще нет. Я могу сказать, что если биткоин пробьет 10,5 тысяч, то очень вероятно появление огромной свечи, иногда даже до 1000 долларов за день. Там будет огромная волатильность и достичь 14 тысяч долларов будет намного легче, чем кажется. Ребята, напишите в комментариях, верите ли вы в такой прогноз. Мне он кажется нелишенным логики. Далее. Золото пробило исторический пик, который был аж в 2011 году. Серебро дико растет и уже выросло на 36% от уровня до коронавирусного падения. Как же хорошо я его прикупил 4 месяца назад. Вот прямо как чувствовал, не смог удержаться от соблазна. И теперь главный вопрос, почему все пампится? Между золотом, серебром, биткоином и эфиром сейчас есть большая фундаментальная связь, которая сводится к новым экономическим реалиям. Как вы видите, 23 июля 2020 года был анонс новой волны стимулирующих платежей, для которых уже приготовили очередной триллион долларов. Каждый день новый триллион. Эта статья очень хорошо показывает, почему вторая волна таких платежей может залететь и на криптовалютный рынок. Люди просто захотят это сделать, потому что каждый американец, это цитата, вложивший первый стимулирующий чек в 1200 долларов в биткоин, увидел прибыль в 40% после того, как биткоин преодолел 10200 долларов. Кстати, в сценарии написал 102 тысячи. Понимаете, когда американец инвестирует в акции, он ожидает увидеть от 6 до 10% прибыли за год, а здесь целых 40% за несколько недель. И теперь готовится вторая волна чеков и вопрос, будут ли люди вкладывать их в крипту, золото или серебро. Я думаю, да. И это причина, почему и золото, и серебро, и биткоин сейчас растут. И это причина, почему я как никогда оптимистично настроен по отношению к биткоину. Это график общего количества активов, которым владеет ФРС США. Как это работает? Когда ФРС печатает еще триллион долларов и закидывает их в циркуляцию, это не только раздувает инфляцию, но и снижает покупательную способность доллара. Именно поэтому люди защищают свою покупательную способность в золоте и биткоине. Дело в том, что ФРС покупает правительственные и корпоративные облигации на вторичном рынке. И именно поэтому покупательная способность доллара падает. Так и будет продолжаться, даже несмотря на какой-то небольшой откат вот здесь. Почему? Потому что экономика чувствует себя очень плохо. Только финансовые рынки чувствуют себя хорошо. К примеру, знаете ли вы, что после временного закрытия в марте полностью остановили свою деятельность 25 тысяч компаний в США? 60% ресторанов, которые закрылись в марте, больше не открылись. 48% розничных магазинов, 36% предприятий, 45% баров и ночных клубов и 39% фитнес-центров. Это причина, почему биткоин, скорее всего, продолжит расти. Как и золото, которое только сегодня дало полтора процента. Для вас эта цифра может и небольшая, но учитывая капитализацию золота, это просто сумасшедший процент за сутки. Но самое главное, что фондовые рынки растут совсем медленно. А это означает, что люди не вкладывают в них свои стимулирующие чеки. Они предпочитают биткоин, золото и серебро. А теперь мы переходим к главной теме этого видео, глобальной, великой перезагрузке дан зелёный свет. Великая перезагрузка требует финтех-решений и требует общего подхода к кибербезопасности. Поставщики финансовых технологий финтех-компаний играют ключевую роль в великой перезагрузке. Фактически, они говорят вам, проснитесь, смена финансовой системы будет уже совсем скоро. Это быстро приближается. Кибербезопасность играет решающее значение для того, чтобы потребители и компании могли использовать преимущество финтех и оправиться от кризиса. Ребята, я это читаю не просто так. Это всё связано, и когда вы досмотрите это видео до конца, вы поймёте эту связь. Мировой экономический форум постановил, что финтех-инновации обеспечат огромную экономическую и социальную выгоду, объединяя население с доступом к банкам и без доступа в единую цифровую экономику. Это позволит расти малому бизнесу и расширить возможности потребителей новыми, захватывающими способами. Где же мы ещё слышали такие же слова? Объединить население, имеющее доступ к банкам и не имеющее, дать возможность расти бизнесу. Так говорила компания Ripple. Так делает Ripple, предоставляя платформы для совершения транзакций на небольшие суммы. Запомните это, пока мы продолжаем видео. В свете заявления о великой перезагрузке, я должен напомнить вам о том, что США разрешили банкам легально хранить крипту. Это тоже нужно вспомнить перед тем, как я покажу вам это. Это Антуанетта О'Горман, руководитель отдела контроля в PolySign. PolySign это компания цифровых активов, которая тесно связана с Ripple. Специализируется в том числе и на услугах хранения и безопасности хранения. Я прошу вас заострить ваше внимание на PolySign. На протяжении нескольких месяцев от них я ожидаю очень важное объявление, которое повлияет на долгосрочное развитие финансового мира и принятие Ripple и XRP. Это выступление Антуанетты в МВФ, Международном валютном фонде, где она рассказала о важности криптовалюты и кибербезопасности цифровых валют центральных банков. Они хотят квалифицированного хранителя для сохранения своих активов. Центральные банки хотят запустить собственные цифровые валюты. Это должно произойти после серьезной работы над решениями по безопасности хранения. Как они собираются поддерживать безопасность средств от внешних угроз? Им потребуется очень сложный механизм генерации нетривиальных ключей. Возможно, даже использовать что-то похожее на то, что предлагает Ripple. Ребята, вы услышали, что она сказала в Международном валютном фонде? Она сказала, что нужно использовать что-то похожее на Ripple. Давайте посмотрим, кто еще работает в полисайне компании, которая тесно связана с Ripple. Тим Кинни, бывший председатель банка Нью-Йорка Меллан, руководитель отдела обработки активов, возглавляет организацию из 25 тысяч человек, ответственных за хранение 25% мировых институциональных активов. Это очень много. Находим информацию, что банк Нью-Йорка Меллан является самым большим в мире поставщиком кастодиальных услуг. Восьмой год подряд. На сайте Ripple находим вот эту статью, прочитав которую, мы понимаем, что банк Нью-Йорк Меллан уже давно является партнером Ripple. Я должен был это показать. Эти связи очень важны. Они складываются в пазл. Теперь еще один отрывок из выступления в Международном валютном фонде. Криптовалютные биржи имеют собственную приватную базу данных, реестр и блокчейн. Их клиенты торгуют с помощью этого. Они делают это на приватном реестре. Рыночные манипуляции, которые мы наблюдаем на традиционных рынках сегодня, тоже происходят и на криптовалютных, но возможно даже и в больших масштабах. Они также происходят на приватных блокчейнах, что центральным банкам тоже нужно учесть. Разрешат ли центральные банки торговать вне приватного реестра своей цифровой валюты? Фондовые биржи сегодня имеют целые отделения, которые ответственны за сбор и анализ информации о компаниях, которые торгуются у них на бирже. В криптовалютах это развито плохо, можно сказать, это практически отсутствует. Традиционные фондовые биржи делают строгий обзор финансового состояния и торгового потенциала, прежде чем разрешают компании торговаться у себя. Или перед разрешением этой компании соединить ее торговую площадку со своей биржей. В случае с криптовалютами такого нет. Именно поэтому курсы на разных криптобиржах могут значительно отличаться. В криптовалюте также нет никаких брокеров, третьих лиц и так далее, которые помогли бы восстановить владение активами в случае чего. Я вставил этот отрывок, потому что он тесно привязан к следующему посту. Похоже, Interledger FX Inc. было изначальным названием Polysign в 2017. Звучит как обмен валют. Скорее всего, XRP Ledger использовался ими как площадка для обмена валют. Говоря конкретнее, как система валовых расчетов в режиме реального времени. Просто напоминание вам. А это цитаты Боба Уэя в 2019. Теперь они актуальны после того, как США разрешили своим банкам хранить криптовалюту. Я думаю, Polysign очень важная вещь для XRP. Хранение криптоактивов требует решений безопасности, таких как XRP Ledger. Финансовые институты должны быть защищены и от внешних, и от внутренних угроз. Технология для этого уже есть. Она называется XRP Ledger многократный вход. Polysign это институциональное решение для регулирования этих многократных ключей в XRP Ledger. Как только вы убедите банки и другие институты, что использование XRP Ledger это хорошая идея, то тогда люди начнут искать лучшие решения в этом направлении. А лучшим является Polysign. Похоже, ребята, сейчас мы видим большой знак того, что институционалы начинают верить в XRP Ledger и Polysign. Почему? Потому что Международный валютный фонд пригласил именно представителя Polysign. И она пришла и рассказала им про Ripple, про XRP Ledger, про защиту, про многократный вход, про различия. И они услышали ее. В 2020 году мы видим четкую позицию регулятора. Они разрешили банкам хранить криптоактивы. Они хотят делать цифровую экономику. И теперь мы в ожидании огромного анонса от Polysign, который начнет великую финансовую перезагрузку. И мы все должны следить за этим обязательно. Ведь это наше будущее. А меня зовут Богатищий Ди. Подписывайтесь на канал, если хотите оставаться в курсе происходящего. Понажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А также ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok